Черные старатели подкопались уже под Ривненскую АЭС. Во Владимирецком районе, неподалеку от РАЭС, янтарь вымывают прямо под магистральной линией электропередачи, по которой напряжение подается в том числе и в столицу. С эксклюзивным материалом наш корреспондент Инна Белецкая. Старатели становятся все наглее, контролировать их все сложнее. Сегодня мы обнаружили неизвестное до этого широкое общественности месторождение в селе Ромейки Ривненской области. Там, прямо под магистральной линией электропередач, работают старатели с помпами. Территория напоминает лунный пейзаж с кратерами, под самыми опорами глубокие ямы. Главное, чтобы получить воду, нелегалы бурят скважины глубиной до 15 метров. Вы можете увидеть, как сотрудники оперативного штаба вытягивают шланги из скважин и специально выводят их из строя, чтобы старатели не могли ими пользоваться. Сами скважины в непосредственной близости от опор. Но, похоже, никого, кроме полицейских из оперативного штаба, это не беспокоит. Мы звонили начальнику местного райотдела полиции, узнать, обращался ли он куда-либо, чтобы сообщить о проблеме. Но получили довольно странный ответ. Избравляю руку. Как нам стало известно, по данной высоковольтной линии электроэнергия поставляется в столицу. На госпредприятии Украинерго о том, что происходит в Ромейках, впервые услышали от нас и пообещали изучить проблему. По закону в санитарных зонах электросетей, а это 40 метров от опоры, запрещена любая хозяйственная деятельность. Даже скот выпасать нельзя. Иначе возможны серьезные последствия, говорят эксперты. Разрушение объектов инфраструктуры – это уголовно наказуемое деяние, между прочим. Экономические убытки всей этой истории будут очень существенными. Для компании, которая занимается магистральным транспортом электричества в Украине, это Украинерго. Из собственных источников нам стало известно, что возможная авария на этой магистральной линии электропередач приведет к остановке одного из блоков-миллионников на Ривненской АЭС. Это будет серьезным ударом по энергетической системе Украины и может спровоцировать веерные отключения. Мы отправили запросы в СНБО и Министерство энергетики. И ждем не просто ответа из этих ведомств, но и скорейшей реакции на то, что происходит в Ривненской области. Инна Белецкая, подробности, телеканал Интер.